это вот майский работает это мы в детстве с пацанами еще были собирали майских жуков спичечный коробок и потом слушали они так там это красиво интересно шелестели в коробочке блять у меня такой же уровень готов блин ну вчера в днк тесте было написано что только на оливковом масле надо готовить мне больше не видать такого наверное я буду себя ограничивать кто сдохну от разрыва сердца бутрики колбаса мне не нравится такая вот сразу по этой колбасе видно что не очень вот я люблю копченую колбасу но вот по этой сразу видно что так себе вот бывает иногда даже кстати иногда дорогую купишь колбасу она бывает такая вот блять в то время как ты мог за эти же деньги купить прям такую охуительную колбасочку вкуснятину ах это она светлая слишком знаете вот обычно вкусная колбаса такая темненькая что у него там происходит я только на колбасу смотрю я не видел never но потом обязательно гляну мир на грани войны на 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 будет хорошо да ну и хуевый тикток на самом деле так константин ступен f здравствуйте меня зовут мармелад я знаю для того чтобы отличить вареное яйцо от сырого его вращают вареное быстро и долго вращается сырое сделав один-два оборота останавливается ебаторе к нихуево жить поваром когда впервые сам приготовил себе еду ни хуев для начала кузьмин совершает несколько квартирных краж он выбирает квартиры на первом или втором этажах где можно через 40 роман фейк но очень скоро он попался на сбытие краденом в сентябре восемьдесят второго года кузьмин был задержан из-за совершения четырех квартирных краж а знали ли вы что один из самых атмосферных постапокалиптических фильмов был снят в ссср в далеком восемьдесят шестом году говорю я о фильме письма мертвого человека история фильмов разворачивается в мире где большая часть населения планеты погибла в результате ядерного взрыва на военной американской базе ожидайте много размышлений о смысле жизни и ее ценности прочувствуйте действительно пугающую атмосферу этой картины а знали ли вы интересную оценку узнать это та женщина которая играла у наливкина в роликах как думаешь почему в русском тик-токе такой фикс на еде не знаю может быть это из-за того что еда это самый простой и легкий контент доступный который можно типа прямо сейчас вот взять и снять не знаю может быть не только в русском тик-токе фикс на идеях и зэ но кажется что да есть такой небольшой перекос но кстати и у азиатов тоже вот есть у них даже специальная какая-то темка есть под названием мук-банк они там сидят и едят кучи жрачки просто хуй знает у них это как-то вообще до фетишизации доведено ну хз ебать вид у тебя жуткий ну вы прекрасно ну я сама знаешь я прекрасная у меня порода а у тебя ботокс ну вот именно ответ тетки ебать и пропускает пиздец порода вау артур туктагулов у меня лайк стоит хотя мне кажется впервые это вижу порода у артура нас ничем не удивить не запылился ой как светится посмотрите звезда горит или у нас в магазинах наливают да сейчас или продавщица комплимент сделала лыси не твои ну ты лена конечно не недооцениваешь оба оба а нас и а нас ну димка настоящий настоящий в африку ездил с самого утра на дерево поднялся все упало его опа ну дай-ка сфоткаю сразу когда блять хватит не могу больше застрял жесть малютка пришел я пожарить картошку думаю чё она так долго жарится я уже сижу здесь час сука сейчас увидел сковородку в сковородке блять пришел я в ефут был лучше всего игра в 23 23 ночи самый быстрый отклик спасибо я молбанцев не признал кто подошел и включил медведя может быть юнитон ебать бедный медведик так да тоже смотрел уже охуеть реально блин вообще видосов не осталось это барханный кот хотя вот это новинка не перепутайте его с домашним он способен выживать там где температура поднимается выше 38 градусов стопы кота покрывает густая шерсть защищающая подушечки от раскаленного песка такой няши хороший барханный кот дикой природы лапы позволяют перемещаться по сыпучим дюнам этот обитатель пустыни способен выжить без единой капли воды как всю нужную влагу он получает поедая добычу хуя сухомятку значит питается сейчас пивко черная головка охотники одиночки предпочитающие прохладные ночные смены одиночки они полагаются не на зрение а на острый слух позволяющие находить жертв на земле и под ней окей заебись круто игорь я вчера мытал от меня не пахнет ну-ка дыхни да нет вроде а кто какой ты шлепа а че там было в конце игорь я вчера мытал от меня не пахнет ну-ка дыхни да нет вроде а кто берлин то взял штурм американцы что ли англичане или французы красная армия какой ты шлепа по имени шлепа 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 с улицы кустя шлепа писатель треков моргинштерна ярослав шлепа в ванне леха шлепа на балконе какой ты шлеп вот такой вот такой да да и вот такой всё шашлиндос спасибо вам пальто по нав же черенголовку лимонную попробуй такой кайф Надо будет попробовать. Спасибо. Ебать. Лил Пентер. Винсент. Не знаю, Димку, мне не нравится вкус Байкал. Лимонада. Это информация? Он покупает, должен знать Родиол. Он же купил за огромные деньги. А сколько стоила она? Здесь есть цена? Около 100 рублей я наступил. Да ты что? А почему здесь, кстати, цены нет? Вот, блин, латыши, а. Даже цены латыши. Ну, во-первых, это не очень практично. В Советском Союзе писали на всем, что только можно было, везде была цена. Цена в паспорте указывается, но не на Родиол. Да? Это уже потом, в 70-е годы, это начали практиковать. А это я делал в 60-е годы. Ладно, Кирилл. Здравствуйте, я сегодня был на парохолке, и я купил нужную вещь. Смотри. Военные перчатки. Штык. И член пил. Пиздец. Зачем? Это нельзя. Здравствуйте. Похож, да, на чувака, который во время Второй Мировой, так сказать, воевал. Слышь, дед, вот реально, если ты туда вышел, тебя бы постелили за 3 секунды. Слышь, в ваши годы я бы тебя переломал бы, как ты, извиня, как макаронину, а так раз. Я бы тебя постелил, вообще изи. Слышь, ты, кольчушка в тебе коротка, и в жопе у тебя кругло еще. Тоже был, по-моему, а может это новое, что там говорит? Три удара, дед. Три удара, ты потом. Ты бы не успел, блядь, и махнуть бы, как ты, извиня, на жопе, блядь, оказался, блядь. У, один удар. Был, было. Попробуй VPN скачать в Boost все и зайти через него в ТикТок. К следующему стримаку попробую. Сейчас запишу, Ланч. Чалень, ебац. Полис. Я просто люблю говна. Класс. Давай дальше. У меня-то все здесь под контролем. Вы самое главное. Будьте на дистанции. Пиздец. VPN BlueStacks. У меня-то все здесь под контролем. Слезай бис. Вы самое главное. Мы приехали в Выборг и нашли реально офигенное место, ребят. Находится оно прямо напротив вокзала. Вот сам вокзал. А сейчас мы перейдем к месту. Оно вот чуть-чуть подальше. Ребят, адрес в конце. В Выборге интересно посмотреть на замок. Слышал, что там замок такой вот, как в европейском стиле, такой, как вот, типа, как в Шотландии, например. Мариал памяти Томаса Шел. Мы приехали в Выборг. Ну че лежишь уже два часа? Обиделся? Ну положу завтра на интернет. Можно жить и без интернета. Ну че лежу? Куда я не знаю, куда я не знаю. Кайф. Ооо. Не тянись лишний раз в стакану, ты оскали лучше зубы свои, морду вверх и ори на луну. А луна всех нас поймет, а луна всех нас простит. Ночью лучшая подруга нам луна. Нежный луч ее коснется до твоих дрожащих губ. В тоску развеет и согреет ночью нас. Да, зря он был героинчиком. Ребята, всем привет. Я снова сладкий. И я тут бью яйца. Аж четыре штуки. Так. Завтрак пицца. Разбил, посолил, поперчил и тщательно перемешал. Давай скип. Взял сковороду, перевернули, достали. Мы дальше. Он рыбу поджигает. Я пузырь пожарю. А, пузырь. На березовой щепе. На березовой щепе, это березовая щепа. Я хуй знаю. Я знаю людей, которые любят вот эту тему есть. Но, бля, я хз. По-моему, это настолько стрёмно выглядит даже, что как-то неохота даже пробовать. Вкуснятина. Пузырь топ. Еда богов. Пля, у тебя. Хэштег мукбанг, да. Кстати. К слову, почему у русских типа еда всегда, они даже уже знают, типа, какой форс, связанный с этим, упоминать в хэштегах. Мукбанг. Чувачок с завода. Хуярит мукбанг. Детство у меня было интересное. Помнится, однажды мне отец дал деньги, чтобы я платил долг за электричество. А я проходил мимо ларька, увидел лотерейные билеты. А там уже минулась машина. Ну и на себе я купил лотерейные билеты, чтобы выиграть новую тачку. Пришел, объяснил все отцу, короче. Кто-то меня отпиздил. А на следующее утро, когда мы открыли дверь, перед нашим подъездом стояла новенькая тачка. Да ну. И мы все заплакали. Особенно я. Эта машина была из энергосбыта. Приехали отключать электричество. Отец меня потом еще раз отпиздил. Блин, я думал это трустори, а это просто Аник рассказывает, чем блядь. Если вы хотите сдать медь. И чтобы вас на весах на приемке не обманули. Складывайте салфановый пакетик, просто медяшку. Покупаете вот такой электронный безмен для чемоданов. 370 рублей плюс батарейки. Довольствие недорогое. Долго. После мы просто взвешиваем, как раньше на механических. Смотрим вес. 2 килограмма, 820, 800. Клава 700. Кхуен. Окей. Кому-то поможет. Чем смог, тем помог. Жалко мужика. Пойду пассу, сейчас вернусь, продолжим смотреть. Так. Пока реквестики врублю. Такая интрига, что там у мужика. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о Продолжение следует... 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 высмеивание алкоголизма типа я пить не буду сегодня что что с тобой ты заболела я дала слова я сама дала салибат алкогольный на моих глазах погибают лучшие люди уничтожается соль земли ему больше достанется и байдет качок супер не день собирались с внуком идти строить снежную крепость но немножечко не готов не может и до 1 поэтому должен быть плотный завтрак сегодня на завтрак овсяная моя любимая кашка два яичка сальца несколько кусочков бутерброд сыром кусочек черного хлеба и чай лимон имбирь ребята это вот должно мне этого хватить до обеда ну что ж приятного аппетита зимние все тиктоки еще пока что снежная крепость жизни вы думаете что ну что лимонад скип вкусно это она этого бела бра завтра если еще настоится это будет супер бомбел блин по сахару вообще идеальный баланс идеальный окей всем здорово это самый смешный гномики ой блять третья часть смешные номиков пятое место у нас гномик подстригальщик просто поздравляет за газончик смешной такой не бывает мне хуёво пусть блюю я иногда вот это это лайк мой хуй прилипнет к жопе уже реально все смотрели у меня спрашивали такие вот маленькие рыбки которыми я кормлю своих ротанов вот этот ротан через стекло увидел тюльку и ждет когда я ему ее дам сейчас давайте на кормлю сейчас я кин вот обновили похоже нужно воспользоваться советом котика бибы и каким-то образом настроить будет vpn следующий раз в блюз такси и может быть чекать все тик токи нормально сожрал у меня спрашивали что такой вот дорогие подписчики и друзья и кто может блять смотрит меня участвору видик по тик току что я вижу тысячи четыре подписки бля лайки бля за какой-то один ролик тысячи 4 лайка поставили за 100 вот за что между пеной за рта идёт ё-моё то что она одетая в шортах и пляшет на снегу на кроссовках ёлки-моё а по пояс голый и 400 лайков не больше а в одном обидно да сорок восемь лайк стоит что такое что за безобразие люди добрые помогите старому старику беззубому мне надо что мне нужны деньги не лайки нужны мне зубы надо вставлять а я без зубы хожу ну чувак на был раньше здорово здорово здравствуйте вы жените это это ворон у нас разговаривает улыбнись радость наша одно старео да я не все помню в этом мой плюс оп 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 ебать дедуля мочит макдональдс они нам закрывают видите ли у нас эмодзи а вы масло на нос возьмите и на чаем погрейте по физике работаете опыт жизни из детства да смекалочка ты что бигмар делаю бля там воняет очень сильно наверно супер-супер кружечки подставочки тут главное хорошо настроиться международный фестиваль алтан мундарга че это значит десятый заключительный круг а молодец не понял он тульпу выебал типа какую-то не понял что он делает он пытался очистить что-то одной рукой и что ладно короче санкт-петербурге есть секрет ломает кость можно попасть только с помощью специального ключа который дает на ресепшене отеля эмираль берем ключ поднимаемся в секретную комнату открываем ее и вуаля вы в ресторане зовем официанта и погружаемся в мир современной японской кухни непременно попробуйте татаки слегка обожженный лосось который тает во рту с пюре токуан и соусом фонзу юдзу а это идеальный ролл без риса и сыра соевый соус тут варят сами настаиваются овощами целые сутки это хэнд суши из желтого хвоста думаю вы поняли почему так называется авторский ролл теплый уголь с мягеньким авокадо и лососевой икрой и еще мастхэв божественные гёдзо креветкой и тыквенным гадзо их слегка обжаривают с одной стороны а насчет биска у меня просто слопнет веганский матч окей воздушный какой-то веганский с кешью соевого молока и кокосового масла и подают с ванилью на мелану но моти здесь вообще хипс три вида с матчей моти с манго и творогом там реально взбитый творог и это вкусно париджевичок одни какие-то блять непонятные слова дешево кстати ну да бывает дороже кстати в таких ну видно что ресторан хороший есть дороже да хуже и дороже существует если она не врет не обманывается консервативный красный апельсин съемки от вас ресторана перед вами сам не в чему мути это пара шприторная разве моти это не то же самое что матча а матча это такая хуэта типа какой-то порошок травяной который вместо чая пьют ну как чай урге есть секрет но он не сладкий ресторан который можно попасть матча до матча 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 такая вот залупа это одно и то же блюбасик и это не сладкая тема они могут быть очень сладким мотит пирожное сестра рисовала или бобового матча это чай я вот вообще особо не очень люблю азиатскую еду но недавно брал какую-то блять какую-то хинкалину корейскую у нее смешное название типа пилипчук какой-то пилипунька какая-то хз и это было вкусненько это было мясо плюс капуста и это такое выглядело как большой мант такой или хакин калина пигоди да пигоди 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 это хуйня называлась пигоди да вот мистер мусташ правильно пишет пигоди 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 прикольно норм тема советую рекомендую друзья как говорится лучший способ избавиться от соблазна это поддаться ему но даже я не такое извращение чтобы соблазняться на пельмени красная цена будем их пробовать исключительно ради науки и так состав на первом месте идет говядина серьезная заявочка далее курица мех обвалки что такое мех обвал у нас есть видео из добавок здесь есть глутамат над который должен усилить вкус этой вкуснотищ и еще три не самых полезных добавки делает это произведение искусства отяшевский комбинат поэтому ничего хорошего ждать не приходится пока пельмени готовят не знаю может они делали очень хорошие это как кости с остатками мяса которые не смогли ободрать перемалываться такой вот фарш пользы мало как и вкуса и в пельмени как раз это мех обвалка и чувствуется говядина ни во вкусе ни в цвете мы не обнаружили на вкус какая-то дряблая биомасса которую даже ради науки есть не хочется да может быть может быть у отяшева как бы есть и производство вот таких вот не очень вкусных пельменей но может быть есть производство что-нибудь пиздатенького то он сказал отяшево говно как будто бы они прям сто процентов только дерьмо делают какое-то пельмени не стали съедобными такая же дрянь только выглядит чуть симпатичнее а можно их купить чтобы любоваться тоже теперь делать с этой кучей пельменей наверное придется завести собой я поела отяшево говно у них все кал бля ну может быть тоже а потом выпила пивка но шанс мне кажется небольшой и мы легли спать пивка и тут началось началась и хиросима то есть меня начало все бурлить я сначала пыталась спать на кухне на стуле потом я пыталась спать в ванне а потом я подумала что я пукаю тихо поэтому я имею право спать под своим одеялом я поела сильный да я сильный ты матерый да я матерый ты даже не знаешь такое сдаваться я не знаю что такое матерый ты сильный я очень хорошо рисую я очень хорошо пишу и я бешено трахаюсь я хорошо бухаю дерусь на прополу и я гуляю как хочу я очень интересный веселый парень я очень хорошо рисую я очень хорошо пишу концовка только подтверждает сказанные остров тюлени первая серия сахалин а это типа там где снимали левиафан и что тюлени вот что звучит как не очень смешное видео скилл видео где тюлень падает со скалы да окей для тех кто еще не ложился или рано встал прямо сейчас на бойко fm бойко fm можешь ничего не говорить я все понимаю нихуя он придумал интересную фишку простишь и долго пропадал мне нужно было время давай сделаем погромче и просто помолчай плейлист я тебе ну интересно придумано с этим чаем ты забыли сидит типа высовывается в окно такой какие-то моменты фрагментики из песен все ему завидуют пишут чате и чё и чё хуйню какую-то придумал а у него миллион восемьсот тысяч лайков между прочим вот этого пухлика крутого про все свои проблемы хуан гуанин гусян так или желтая милосердие это средне ферментированная луна с провинции фудзянь этот сорта луна появился в 2003 году как гибрид двух кустов гуанин и хуандань произрастает это чай в северной фудзяне в горах у и этот необычный чай сочетает себе силу тесных чаев и мягкость у лунов из анти аромат яркий с дымным оттенком и нотками фруктов и цветов прям на голову с нежной насыщенность легкой терпкостью присутствуют яркие нотки тропических фруктов и парожарки после вкуса с нотками меда фруктов и цветов он согревает гармонизирует снимает стресс и усталость а также улучшает настроение хорошо подойдет для отдыха и общения помимо этого он укрепляет сосуды улучшает кровообращение да вообще все что угодно делает все хорошее просто делает прикольно конечно пить такой чай блин у меня единственная темка через которую можно было заваривать чай ну собственно заварник для чайника он разъебашился я пытался помыть я мою обычно кружки таким образом включаю напор воды горячий ставлю под этот напор кружку грязную и жду минут минуту наверное где-то или секунд 40 пока она сама отмоется потом короче делаю водичку холодной для того чтобы ну не это не больно было горяченький брать горяченькую грязную бывшую посуду что она становится чистенькая охуенно но однажды я так помыл заварочник блять и он нахуй раскололся блять просто разъебашился по полной программе и это был единственный заварочник у меня теперь приходится пить не самый не самый крутой чай и свися чтобы знать больше а чая но если нужен чай пиши в инсту ссылка в шапке профиля с этим чаем ты забудешь про все свои проблемы хуангу они не гусян или желтая богиня милосердия это средний ферментировать дед дед я ухожу в свою первую кругосветку поздравляю ночь поздравляю ну ты как полностью подготовился кругосветки да вот на дэниэл крэйга похож так ну ладно кругосветка окей смотри собрал чемодан все вещи вот туда глянул а где самое главное тут не понял что самое главное дед ну как ты что не понимаешь кругосветка если вы попадете в шторм знаешь как будет мотылять корабль тебе станет плохо тошнит поэтому нужно таблетки сбить тошноту и смотри опять же таки прибудете вы какой-нибудь порт кабине отменно захочется женщину обязательно а женщины бывают разные болячки у них тоже разные поэтому предохраняться надо презервативы нужны как я не подумал дед он бежит в аптеку будьте любезны пожалуйста мне 10 презерватива и пожалуйста 10 таблеточек от тошноты но провизор все ему выдал он хватает таблетки презервативы прибегает домой деду гордит все взял вот от тошноты вот презервативы дед горит не понял ты же уходишь кругосветку 10 таблеток и 10 презерватива это тебе на один день а что ж ну минимум 100 понял парень опять бежит в аптеку продвигает провизору и говорит нет знаете давайте мне наверное 100 презерватива и 100 таблеток от тошноты провизор поворачивается готовит 100 презервативов 100 таблеток от тошноты передает молодому человеку а сам говорит молодой человек скажите пожалуйста если вам так от нее тошнит нафига вы едете дед дед ой бать внезапно знаете не в россии какой-то чел алкаш ходит а где-то вот за рубежом блять просто какой-то хуй знает кто шкин вытаскиваем вставляем розетку так поворачиваем ее она загорается синим значит розетка готова к работе розетки мы можем перемещать любое место по треку прикольно очень классно вытаскиваем да интересно выглядит илье сегодня 36 лет и мы с компанией его друзей поздравляем илюшу ребят что желаем и здоровья здоровья еще что счастье здоровья да мам опять потратилось все как я люблю пончик мороженка благодарю будет не очень вкусненько так ладно моложе я не стал за эти годы каждым днем на шаг зашел развлечься в тикток остановлюсь все реже я смеюсь все реже угораю друзья мои не радуют меня гляжу на них с вершины мудрости своей уста мои слагаются в улыбку ведь я их всех умней зачем прошел я этот путь зачем я гвоздь и чашу предубил радио хэт да я лебедь и ебец и ебец похожий на нарус давай next недельку до второго я уеду до морова поглядеть отвыкшим глазом на балтийскую волну и на море буду разом тороплем и водолазом сам себя найду в пути если привет богданчик проведет и недели марафон альфы ожидаются на этой неделе не ожидается но как-нибудь обязательно устроим день альфа номер два спасибо большая слайда на недельку до второго я уеду до морова где кричается на дюнах шереметьевский барпа и у вас корейских скалах на общественных началах если только захотите будет личный водолаз на недельку до второго я уеду до морова сам себя найду в пути вау если часом сатану круто вот бы на концерт сходить где такая песня будет хендмейд вау 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 Субтитры сделал DimaTorzok 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 но когда температура отрицательна, он превращается в такую карамельку. Но это гриб съедобный, его не нужно как-то термически обрабатывать, и можно есть прямо старым. Правда, выраженного вкуса он не имеет, но если вы его добавите в маринад или какие-то салаты, то он украсят ваше блюдо. А, украсят. При минсовой температуре дрожалка действительно выглядит как карамелька или кусок янтаря. Мне кажется, этот чувак просто все уходит, уходит по лесу и все подряд ест. Хотя нет, тогда бы он умер. Вообще, есть несколько видов дрожалок, и все они оправдывают свое название. Как правило, дрожалку оранжевую можно встретить на огниющей древесине лиственных пород. Чаще всего она предпочитает веточки рябины и липы. Спутать дрожалку оранжевую достаточно сложно, разве что с другими съедобными видами дрожалок. Некоторые виды дрожалок, кстати, выращиваются в коммерческих целях. Окей, в коммерческих целях, но говорит, что ты сам сказал, что она безвкусная. Только украшать. Отечество маленький, но зато там там гейминг очень большая. Ооо, это моя тема. Чего это она какая-нибудь? Были такие, реально. Может, у нее дисплей цветной? Улыжник нет. Нет, дисплей черно-белый. У нас их не так давно была, где-то с полгода назад. Слушай, ну это для обычных. Одна у нас продалась. У меня вот такой есть. Кстати, она у меня до сих пор на складе, ее товарищ... Нет, это предоплату сразу. Нет, он из-за нее заплатил, и она у нас на складе лежит. Да, лучше примерно. Слушай, это прям... Тамагочи-тамагочи. Смотри-ка, у нее даже есть этот... Да, пиздоты. Подставочка. Это надо зафинить будет. Вот перед компом поставил, стоит такая штучка. Как вот фотографии у кого-то стоят на подставочке. А у тебя тамагочи будет. Моя тема, я татарин на 3%. Дорогая, какой прекрасный грибной суп. Виктор Цой прожил всего 28 лет, а с его смерти прошло уже больше 30. А это значит, что его посмертная слава длится дольше жизни. Да, это так. Цой родился в Ленинграде в 62-м году в семье корейского инженера и русской учительницы. Видео не красть, кстати. По меркам СССР, семья жила неплохо в престижном доме в трехкомнатной квартире. Но сам мальчик Виктор вряд ли сильно радовался этому комфорту. Его комната была проходной, так что особо уединиться у него возможности не было. Причем, так он продолжал жить до 20 лет, пока не снял отдельную квартиру. В школе он учился ни хорошо, ни плохо. Серые школьные занятия ему не нравились. Но и хулиганом-двоечником его тоже нельзя было назвать. Поэтому большую часть свободного времени Витя уделял чтению и рисованию. Причем рисованием он... Да окей, Цой заебись, но пока не интересно. Кому на Руси жить хорошо Некрасова? Читал? Читал. На столбовой дороге сошли семь мужиков. Они затевают спор о том, кому на Руси живется весело и вольготно. Дело дошло до драки, дойдя до леса. Next. Вау! Изготавливает славянского бога Велеса под короля и шута. Моя дверь! Изготавливает славянского бога Велеса Блокирует, включает. Вау! Морилка. Мне хочется, ребятки, открыть вам по секрету один удивительный факт. У нас в стране воруют почти что каждый третий, и это действительно так. Воруют все на стройках, таможня и дорогах, и даже уже на кино. Но выборы ж проводят, там поменять всех можно. Да, но есть одно. Но нельзя. Бабки? Бабки, другие старушки. Какие бабки? Которые за бабки. Бабки за бабки идут, и голоса. Ну, не все за бабки. Кто-то просто идет и голосует.